А когда вы входите в дома, то приветствуйте друг друга благословенным и благим приветствием от Аллаха. Сура Свет, 61 аят Священного Курана. Ассаляму алейкум варахматуллахи ва баракятуху, дорогие зрители. Город Бахчисарай, расположенный в предгорьях Крыма, хранит в себе великую историю могучего крымского ханства. Наиболее ярким воспоминанием является ханский дворец. Ханский дворец – это сложный комплекс построек. На территории ханского дворца по сегодняшний день сохранилась мечеть Буюк Хан Джами. О ней мы сегодня и поговорим в нашей следующей рубрике. Буюк Хан Джами – большая ханская мечеть. Массивное здание с красной черепичной крышей. Это одна из крупнейших мечетей Крыма и первое здание ханского дворца. Мечеть выстроена в 1532 году сахибом Первым Гираем, основателем Бахчисарайского ханского дворца. Носила его имя в 16 веке и является самым заметным зданием ханской резиденции. Массивное здание мечети со стрельчатой аркадой внизу и моеликовыми вставками на стенах. Крыша мечети четырехскатная и покрыта красной черепицей. Первоначально крыша была покрыта несколькими большими и малыми куполами. Главный вход в большую ханскую мечеть находится со стороны речки Чаруксу. Фасад с этой стороны ранее был отделан мрамором. Буюк Хан Джами имеет два десятигранных стройных минорета с островерхими крышами, которые венчаются бронзовыми алемами – полумесяцами. Высота миноретов – 28 метров. Наверх ведут винтовые каменные лестницы внутри миноретов. По ним на балкончик минорета перед началом службы поднимается специальный служитель – муэддин. Он громко и мелодично поет краткую молитву – азан, призывающую правоверных мусульман собраться в мечети на намаз. Башни миноретов сложены из отсесанного камня известняка, который скреплен между собой свинцом. В середине XVIII века на стенах мечети появились арабские каллиграфические надписи. Черная вязь букв, помещенных в фигурные зеленые картушки – это цитаты из Корана, а также ода хану Крым-Гираю, занимавшемуся ремонтом и украшением мечети. В 1736 году мечеть пострадала при пожаре. Была восстановлена во время правления хана Селамета-Гирая-мастером Амиром. В 1750-х годах Арслан-Гирай основал во дворе мечети Мидресе, которая не сохранилась до наших дней. Изнутри мечеть выглядит как просторный зал с высокими колоннами. Во втором ярусе мечети по периметру стен устроен широкий балкон. Часть этого балкона превращена в отдельное помещение – ханскую ложу, имеющую вид застекленной веранды. Она служила местом молитвы для крымских государей, посещавших богослужения в этой мечети. Ложи роскошно украшены витражами, росписями по стенам и потолку. Это единственное место во всем дворце, где сохраняется такой редкостный элемент декора, как глазурованная белая плитка с синими узорами, покрывающая стены. Когда-то такой плиткой были украшены многие помещения в хан-сарае. На балкон ведут две винтовые лестницы. Кроме того, есть отдельный вход со двора на ханскую ложу. Снаружи у восточной стены мечети находится Абдесхане, помещение, в котором устроен небольшой бассейн с фонтаном, шадерван, для ритуального омовения Абдеста верующих перед богослужением. В советское время мечеть была закрыта. Сейчас она снова открыта для верующих. Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и Аллах возлюбит вас. Третья сура, 31 аят Священного Писания. Что означает следовать посланнику Аллаха? И что означает следовать его пути? Нам расскажет гость сегодняшней нашей рубрики Мусафир, имам Ефатарийского района, Искендер Меметов. Саляму алейкум, варахматуллахи, варакятах, вискендеручхи. Варакаму алейкум, вискендеручхи. Скажите, пожалуйста, каким был человеком пророк Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует. Бисм Лау, Рахма и Рахим. Аль-Хамбла, вассалату, вассаламу аля Расулу Мухаммадин и аля алихи и асхабе аджмаин, ама-ба'ад. Для начала стоит отметить аят, где говорится то есть мы не спасли тебя в качестве, лишь только в качестве милости. И поэтому, милости для миров, и поэтому из этого следует, что сам пророк Мухаммад настолько был возвеличен самым Всевышним, что он является, как говорится в одном хадисе, первым из творений всего, что есть на земле. То есть сначала была сотворена его душа и физически последним из пророков на этой земле. Каким он был из жизнеописания пророка Мухаммада, салли алейкум, мы знаем, что он был человеком высокого нрава. Высокой морали. Это был человек, который ни словом, никаким поступком никогда никого не обидел. Это человек, который ни раз не совершал никаких пагубных, нехороших дел. Это человек, лицо которого всегда улыбалось. И люди, которые всегда с ним разговаривали или общались о чем-либо, они всегда оставались довольны и были всегда под вдохновением. Если взять в сторону социальную, то пророк Мухаммад Саввисовен, это первое, что нужно отметить, это был настоящий семьянин. Он был настоящим отцом, он давал правильные наравучения, правильные знания, как себя вести в семье, что нужно делать, какие законы должны быть в семье. По отношению к своим соседям. Мы знаем, есть рассказ, где он обучал, как бы всегда призывал к тому, чтобы мы относились к своим соседям хорошо, к гостям, которые к нам приходят. И в целом в обществе. То есть он говорил, что человек, мусульмане, это тот человек, который ни словом, ни какими-то поступками не приносит вред обществу. И поэтому, если говорить о личности пророка Мухаммада Саввисовена, то можно говорить много и много, и ни одно слово не повторится. Скажите, пожалуйста, Искенда Руджа, что означает следовать его пути? В первую очередь, следовать его пути, это означает следовать тем наставлениям в Коране, которых мы все придерживаемся, стараемся придерживаться, и сторониться запретного. То есть первое, что мы должны делать, это следовать Корану. Все, что говорится для нас в Коране, из того, что мы должны делать, из того, что мы не должны, то есть сторониться запретного. После этого, конечно, мы, как мусульмане, должны знать жизнь пророка Мухаммада, в которой очень много поучений, очень много уроков для нас и для нашей жизни, то есть очень много актуальных вопросов. Также его путь продолжили его сподвижники, которые тоже являются для нас примером, которые показали нам, как он следовал Сунни, то есть свои, как он жил, да, скажем. И после них уже табиины, то есть те, кто были после них, и ученые, которые нам растолковали, как нужно следовать. Сколько таких ученых, которым мы должны следовать? Ну, насколько мы знаем, что есть четыре правовых школы, это школа имама Эбу Ханифы, школа имама Шафи, школа имама Ахмада Хамбеля и школа имама Малика. Мы, как крымские татары, традиционно следовали школе имама Эбу Ханифы, которая является одним из самых распространенных на этой земле. Эскендер Вича, скажите, пожалуйста, что свидетельствует тому, что посланник Аллаха, мир ему благословения Всевышнего Аллаха, заключительный посланник? Этому свидетельствует сам Коран. То есть, в Коране написано, что он так проходит, как хатабун набий, то есть, печать пророков, то есть, последний, да, из пророков, и после него больше никого не будет. Мы, как мусульмане, верим в то, что написано в Коране, и принимаем это, и поэтому для нас это является основанием полагать, что пророк Мухаммед, последний из пророков, то есть, является печатью пророков. Спасибо вам за то, что вы ответили на наши вопросы. Надеемся увидеть вас в следующих наших выпусках. Спасибо вам. Город Бахчисарай, расположенный в предгорьях Крыма, хранит в себе великую историю могучего крымского ханства. Наиболее ярким воспоминанием является Ханский дворец. Ханский дворец – это сложный комплекс построек различного предназначения. По сей день на территории дворца стоит мечеть Буюхан-Джами. Сегодня мы о ней с вами поговорим в рубрике «Ислам в Крыму». Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сообщил, что пока между братьями по религии не возникнет крепких любовных уз, они не достигнут совершенства своей веры. А для того, чтобы эта любовь сохранялась, он советовал своей уме распространять между собой приветствие. Салям. Любовь верующих друг к другу – черта нрава, который доволен Аллах. Счастье в обоих мирах также зависит от этой любви. Ведь посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, говорил, «В день суда Всевышний Аллах скажет, где те, кто любили друг друга лишь во имя Меня и послушание Мне. Сегодня я укрою их в тени трона своего, ведь сегодня нет другой тени, кроме этой». Всевышний Аллах сказал, «Для тех, кто любит друг друга лишь во имя Меня, я уготовил седалище и света, которым позавидуют даже пророки и шахиды». В другом хадисе говорится, что в день суда Всевышний Аллах укроет в тени трона своего, когда не будет никакой другой тени тех, лишь во имя Аллаха, встречался и расставался со своими братьями по религии лишь во имя Него. Здесь, конечно же, имеется в виду братство в тяжелые минуты жизни. Держать обиду на своего брата по вере считается порицаемым поступком. Об этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, ни одному верующему не позволяется держать обиду на своего брата по вере больше трех дней. Если их ссора продлилась больше этого времени, тогда одному из них следует первым подойти и поприветствовать брата своего. Если тот примет приветствие, тогда оба из них вознаградятся, а тот, который приветствовал своего брата, считается простившим свою обиду. Кто будет держать обиду на своего брата на протяжении целого года, считается совершившим такой грех, который приравнивается пролицию его крови. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также говорил, что каждый понедельник и четверг все деяния представляют Всевышнему Аллаху и прощаются при грешении всех, кроме двоих. Кто, будучи братьями по религии, питает друг другу вражду, и, конечно же, те, кто предает Аллаху равных сотоварищей. Ангелам велится. Я откладываю прощение этих двух, пока они не примирятся. Сура Юнус, 62-64 аяты. Во время правления султана Фатиха Мехмеда Хана после взятия Стамбула в тюрьмах оказались многие из византийских служителей церкви. Однако султан, желая ближе познакомиться с ними и с их мнением об османском государстве, стал по одному расспрашивать их. Те же отвечали, что для того, чтобы дать точную оценку, им следует провести некоторые наблюдения. Так служителей выпустили на волю, дав им возможность пойти туда, куда им заблагорассудится. Наутро они пошли к одному лавочнику, желая купить у него то, что им нужно. Но тот ответил, «Уважаемый, сегодня я уже продал кое-что, поэтому идите лучше к соседу, который еще ничего не продал». Ведь правда, что нельзя не позавидовать тому, кто, не имея в сердце плохого, думает о своем братье-мусульманине, как о себе самом. Иными словами, Всевышний Аллах желает, чтобы братья по религии были, как две руки, моющие одна другую. Истинная дружба ради Аллаха – это жизнь двух разных людей в одном сердце. Наша передача подошла к концу. Я желаю вам мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха. Ассаляму алейкуму, рахматуллахи, вы баракятуху, дорогие зрители. Редактор субтитров А.Семкин